В эфире канал Россия итоговая информационная программа о событиях недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. День Карачао-Черкесии и города Черкесии из-за эпидемиологических ограничений прошел без массовых гуляний. Но все же несколько важных мероприятий, которые стали большим подарком для жителей, состоялись. В республику с первой рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства России Александр Новак. Первым пунктом в программе визита стал всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Вице-премьер осмотрел объекты горнолыжной и туристической инфраструктуры. Было отмечено, что за минувший год Карачао-Черкесию посетил 1 млн 540 тыс. туристов, что в три раза больше численности населения республики. В Архызе же побывало более 500 тыс. отдыхающих. Горнолыжный сезон курорт завершил с приростом посещаемости 67%. В начале года введена в эксплуатацию новая канатная дорога. Она дает возможность туристам подниматься на рекордную для Архыза высоту – 2840 метров. А с учетом возможностей курорта и его популярности, есть целесообразность увеличить пропускную способность объектов курорта. Это возможно сделать за счет объединения трех поселков – «Романтик», «Лунная поляна» и «Дука» в кольцо. Тогда общая протяженность канатных дорог и трасс составит 127 километров. Это также решит проблему загруженности канатных дорог. Отличный подарок получили на этой неделе жители аула «Новая Тиберда». Впервые в их домах появилось голубое топливо. В торжественной церемонии пуска газа приняли участие вице-премьер правительства России Александр Новак, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор «Газпром-Межрегионгаз» Сергей Густав. Радость жителей Карачаевского района разделил и корреспондент «Вестей» Мурат Жанкёзов. Благодаря реализации «Газпромом» программы газификации регионов России на минувшей неделе газ пришел в еще один населенный пункт Карачаева-Черкесии – Новую Тиберду. В многочисленной семье Булатовых совсем недавно произошло радостное событие. В их дом пришел долгожданный газ. Теперь нет необходимости заготавливать дрова и уголь, теряя не только немалые средства, но и здоровье. Отапливали раньше дровами. Вот там дрова. Заготавливали 2-3 машины больших. И с осени до весны вручную таскали в котельную, отапливали опять на второй день по новой. Ну и так каждый день до весны, потому что отопление на дровах делали. Тем временем на открытой площадке собрались жители и гости на торжество. Гостей встретили традиционной чашей айрана и зажигательными танцами. Большое внимание Карачао-Черкесии уделяет наш президент, правительство Российской Федерации. И я хочу сказать, что мы будем помогать и решать те вопросы, которые требуются для продолжения социально-экономического развития Карачао-Черкесской Республики, для улучшения качества жизни жителей, проживающих здесь. И хочу всем пожелать сегодня в этот день праздничный здоровья, благополучия. В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, жителей, за то терпение, которое все-таки долгие годы мы говорили о газификации этого района. И вот наконец-таки мы в принципе уже подходим к тому, чтобы 100% район был у нас газифицирован. И также мы уже двигаемся к тому, чтобы на сегодняшний день 82% газифицирован, на 82% газифицированная республика. Я думаю, что в ближайшее время республика будет газифицирована полностью. Затем состоялся торжественный пуст газа. Газопровод Карачаец-Тиберда длиной почти в 30 километров. Ввод объекта в эксплуатацию позволил сформировать условия для подключения к газоснабжению более 4200 домовладений. В ауле «Новая Тиберда» уже подключены 6 потребителей по улице Центральная. Жители села теперь смогут забыть об устаревших способах отопления на дровах или угле. Пуст голубого топлива в дома новотибердинцев, ставший настоящим праздником для сельчан, еще раз подтвердил, что «Газпром» свои обещания выполняет. Согласно принятой программе газификации, к 2026 году технически возможную сетевую газификацию республики планируется завершить полностью. Мурат Шанкёзов, Расул Бергей, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Мечты о теплой зиме стали явью для жителей микрорайона северной города Усть-Джигута. Работы по прокладке газопроводов среднего и низкого давления для уличных разводящих сетей, начатые в июле, как и планировали, завершены до начала топительного сезона. Ахмат Халкевич продолжит тему. Несмотря на посморную осеннюю погоду, у всех собравшихся здесь праздничное настроение. Этот день станет историческим не только для семьи Капушевых, но и для всех жителей микрорайона северной города Усть-Джигута. Остаются буквально считанные часы и минуты до того момента, когда вице-премьер федерального правительства Александр Валентинович Новак и руководитель региона Рашид Бориспович Темрезов дадут лично команду подать голубое топливо вновь вводимую систему газоснабжения. Вопрос газоснабжения северной части Усть-Джигуты в ходе июньской прямой линии президента Владимира Путина подняла жительница райцентра Роза Капушева. Газелькация микрорайона по плану была намечена к 2022 году. Форсировать начало строительства удалось благодаря активному содействию главы Рашида Темрезова. Большой сюрприз ожидал Розу Беяслановну сегодня, в день празднования Дня Республики. К ней в дом приехали высокие гости и не с пустыми руками. Тепло раньше какое было? За счет чего? Электричество. Топили электричество? Электричество, наверное, дорого. Сейчас будет дешевле. Надеюсь. Ну вот первый зимний. Пускали уже котелы? Ну проверили, показали. Семья большая? Мои детей, муж, я. Как настроение в целом? Отличное. Чувство радости переполняют и соседи. Капушевых Зурида Магомедова хоть еще и продолжает отопливать свои жилища дробами, но точно знает, что недолго осталось длиться ее мытарством. В семье есть инвалид, ребенок. Как-то приходилось выкарабкиваться. Ей-то в тепле вообще надо находиться. После каждой операции нам тяжело было в холоде ее держать. Глава республики тоже сыграл свою роль. Без этого тоже никак. Все равно поддержка чувствуется. В данный момент здесь заселены 348 домов, из которых полный комплект документов, необходимых при подключении газопроводной сети, имеют 198. Газифицированы 58 домовладений. Ну а проектные мощности самой новой системы рассчитаны на обеспечение голубым топливом всех земельных участков, коих здесь свыше одной тысячи. Акмар Халкечев, Роберт Джигутанов, Вестикарчаево, Черкесия, Ужигутинский район. 17 карет скорой помощи и 11 школьных автобусов в Черкесске по распоряжению правительства Российской Федерации в рамках программы об обновлении автопарка скорой медицинской помощи и школьных автобусов. На главной площади республики глава субъекта Рашид Тимрезов вручил водителям ведомственных организаций ключи от карет скорой помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и школьных автобусов. Измерять температуру и пройти осмотр у врача, не боясь раздеваться в холодных помещениях. До сих пор кабинеты ФАПа поселка Бавука отапливались обогревателем. Мерзли и врачи, и пациенты. Но низким температурам теперь пришел конец. На днях начались масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции старого здания. Фатима Даурова побывала на месте. Рабочий шум с территории сельского ФАПа слышится уже на подходе к зданию. За слаженной работой ремонтной бригады приятно даже наблюдать. Посмотреть, как она проходит, пришел и главный врач Хабетского района Амин Макао. Руководитель держит руку на рабочем пульсе, чтобы реконструкция была завершена к положенному сроку. В соответствии с программой модернизации здравоохранения Карачаево-Черкесской республики, в 2021 году в федшеско-акушетский пункт поселка Бавука попал под капитальный ремонт. Вместе с малокарачаевской поликлиникой и стройкой в Эрсаконе, врачебной амбулатории, вот три объекта, которые в 2021 году начинаются. И мы очень рады тому, что именно федшеско-акушетский пункт поселка Бавука попал под этот ремонт, потому что это один из таких старых зданий федшеско-акушетских пунктов в районе. Вот уже больше 20 лет Светлана Братова проработала в стенах этого ФАПа. Сейчас она возглавляет его, но со времени своего первого рабочего дня помнит, какие местные неудобства были при пользовании этим зданием. Обогреватели зимой для удобства населения и частые косметические ремонты из-за протекания кровли. У нас тут холодно, приходят детки с рождения, мы наблюдаем детское население. Ну полностью весь объем оказания первичной помощи у нас находится, и ребенка раздеть уже сложно. Его надо взвешивать, прививки мы делаем. Ребенок находится полчаса минимум после вот этих всех процедур. Здание 70-х годов постройки остро нуждалось в ремонте. Сейчас мы видим, как эти старые батареи здесь уже лежат за ненадобностью совсем скоро. Здесь будет установлена новая отопительная система. И зимой и работники, и пациенты будут чувствовать тепло, уют и комфорт. До завершения сроков по реконструкции здания население поселка Бавука будет обслуживаться в новом ФАПе соседнего аула Новохумаринский. В связи с этим сложности по оказанию медицинской помощи населению не должно возникнуть, считает главный врач Хабецкой районной больницы Амин Макао. Благодаря усилиям главы Карачао-Черкесской республики, усилиям правительства Карачао-Черкесской республики, у нас в районе практически все фельдшерские акушерские пункты в предыдущие годы были обновлены. Это и ФАП, начиная с ФАП Аула Инжидюшко, ФАП Аула Абазакт, Новохумаринск, Кызыл-Юрджако. То есть практически все фельдшерские акушерские пункты сегодня имеют современную структуру, которую требует санитарное правило. И сейчас, после проведения капитального ремонта фельдшерского акушерского пункта в Бавука, я думаю, что этот ФАП тоже будет одним из образцовых. Если будет, как сделали, в других населенных пунктах, мы там были, смотрели, если у нас будет вот так же, то мы, конечно, будем в восторге. Там просто слов нет. Так качественно и удобства такие у них. Мы тоже ожидаем этого. Ждем, не дождемся. Новоселье ожидается уже в конце декабря. А сейчас вовсю идут работы над особенным подарком на Новый год для жителей поселка Бавука. Фатима Дурова, Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Хабецкий район. На этой неделе исполнилось 13 лет со дня образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. За короткий срок служба зарекомендовала себя важной составляющей системы органов внутренних дел. В зале коллегии МВД по Карачаевой-Черкесии стало торжественное собрание, на котором оперативники, подразделения, руководство МВД по республике, представители силовых структур и правительства Карачаева-Черкесии. В свой профессиональный праздник сотрудники Центра по противодействию экстремизму были отмечены ведомственными грамотами и наградными знаками. На сегодняшний день служба представлена профессионалами, сотрудниками, состоящими на страже безопасности населения. Приоритетными задачами перед службой остается сохранение спокойствия в обществе и укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений. Благодаря эффективным действиям сотрудников подразделений активно ведется работа по пресечению деятельности экстремистских организаций, задерживаются лидеры и активные участники незаконных вооруженных формирований, нейтрализованы десятки членов экстремистского подполья. Оперативниками Центра предотвращен ряд тяжких преступлений в отношении мирного населения и представителей органов государственной власти. 10 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Умара Хамидовича Хабекова. Командир десантников запомнился сослуживцем храбростью и остротой мышления. Его стратегические планы по уничтожению противника становились примером для других воинских частей. Командиры и рядовые брали с него пример и подружески называли его наш Умар. О доблестном сыне черкесского народа Фатима Даурова. Ибрагим Хабеков, полковник в отставке, близкий родственник, герой Советского Союза Умара Хабекова, один за другим из шкафа вынимает альбомы и документы. Более 40 лет Ибрагим Мордасович по крупицам собирал информацию о гвардии капитане Умаре Хамидовиче Хабекове. Весь материал – это архив о жизни и подвигах одного человека. А все началось с обрывка страницы журнала «Огонек», на котором были строчки из поэмы Владимира Федорова «Сказания о свирцах». Первая бумага, первая бумага, которая у меня была, это, что рассказывал, вот «Огонек» был, журнал. Джумаль Мухамедович Карданов, учитель наш по истории, он мне дал оторванный кусок огонька, и там написано было. Умар, он спит в далекой Вене, а сердце в Раменском горит. На юге бьется терек в пене, бурлит и бьется о гранит. Годами ранее, до выхода в свет этой поэмы, в победоносном 45-м году, на надгробном граните, на центральном кладбище в Вене, посмертно было высечено имя Умара Хабекова. Но сейчас с черно-белых фотографий на нас смотрит совсем молодой парнишка, с ясным взглядом, выражающим уверенность в себе. На боевых заданиях именно эта уверенность и точное стратегическое мышление комбата Хабекова не раз помогали одерживать победу над противником. 22-летний командир Умар Хабеков был признан мастером обходов мощных укреплений немцев. Сильнейшим стратегом он проявил себя на Карельском фронте. Тогдашний командир 301-го полка генерал-лейтенант Хасан Харази во время встречи с Ибрагимом Хабековым вспоминал. Харази, когда батальон формировал в полку, он Умар последним с госпиталя, с ранения, вышел. Ему давал, третий батальон называл по форме, по цифрам, по порядку. Первый – Щукино, второй – Калоево. И вот учение, когда проводил, он рассказывал. Говорит, всегда, говорит, Умар первым решение делал, поставленную задачу, выполнял. И когда, говорит, даже еще те батальоны думали, а он уже с готовым решением докладывал мне, говорит. На подходах к Вене в боях за городок Лизинг стрелковый батальон Умара Хабекова направляется в обход. Цель – взять его и ударом с фланга обеспечить выполнение боевой задачи полка. Позже характеризует действие батальона командир полка, подполковник Малеев напишет в наградном листе на Умара. Поставленную задачу товарищ Хабеков выполнил блестяще. 10 апреля в боях за столицу Австрии стрелковый батальон гвардии капитана Умара Хабекова в составе 301-го гвардейского полка форсировал Дунайский канал. В этот же день командир получил смертельное ранение от взрыва артиллерийского снаряда. Совсем рано оборвалась жизнь Умара Хабекова. Ему было всего 23 года. Ненавистную похоронку получила супруга героя – Людмила Иларионовна. Со своей будущей женой комбат познакомился, находясь в военном госпитале, где Людмила ухаживала за ранеными, будучи медсестрой. Красивая, яркая, живая, с озорным блеском в глазах, Людмила сразу привлекла внимание солдата. Чувства оказались взаимными. Военное время, когда каждый день мог оказаться последним, было решено не тянуть со свадьбой. Людмила до конца жизни хранила память об Умаре. Даже вступая во второй брак, она так и не сменила свою фамилию – Хабекова. Она на фотографии, на это все, ее документы, все были Хабекова. Вот она рассказывала, когда мы выходили замуж, ну, я выходила замуж, говорит, он же. И он, Алексей Михайлович, рассказывал, что между нами будет у Маргарет всегда. Доблестный сын черкесского народа похоронен на центральном кладбище в Вене. Имя отважного комбата-гвардейца носит 8-я школа города Раменское Московской области, главные улицы родного аула Умара Хабекова, Малый Зеленчук и районного центра аула Хабес, а также педагогический колледж в Черкесске, в котором обучался сам Умар. Образ легендарного комбата стал символом мужества и доблести. Солдат Победы бессмертен подвигом своим. Фатима Даурова, Ислам Рума, Вести, Карачаево, Черкесия. Более 60% учащихся на добровольной основе прошли вакцинацию в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева. Как проходит вакцинация для иностранных студентов и сколько это будет им стоить в репортаже Корчебеджиева. Студенты КЧГУ имени Умара Алиева проявляют инициативу и охотно проводят вакцинацию. Они осознают, что тем самым они уберегут не только себя, но и окружающих их близких. Студенты могут сделать прививку, не отвлекаясь от учебного процесса. Процедура стандартная на добровольной основе. Учащиеся заходят в процедурный кабинет, заполняют заявление, а после терапевт проводят осмотр, где проверяют самочувствие пациента. Карачаево-Черкесский государственный университет имени Алиева плотно начал вакцинацию в августе. Больше половины уже сделали прививки от COVID-19. Преподавательский же состав КЧГУ – это около 700 человек. Вакцинировались еще зимой. Что касается студентов, то они были на каникулах. И за летний период не удалось зафиксировать точное количество привитых, говорит ректор Таусултан Узденов. Сейчас они допущены к занятиям, при этом будут соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. В здании вузы постоянно проводится дезинфекция помещений. Что касается студентов, хотя есть требования обязательно вакцинации студентов, но не предусмотрены какие-либо законодательно регулируемые ограничения относительно наших студентов. Мы рассчитываем, что наши студенты, еще раз говорю, вакцинируются, и мы будем работать с ними. И добровольно, не принудительно, а добровольно наши студенты вакцинируются. Студенты, которые достигли 18 лет. Это важно. В соответствии с требованиями студенты должны предоставлять справку вакцинации или же о перенесенном заболевании. Учащиеся, не достигшие совершеннолетия, могут не вакцинироваться. Но если проявить желание, то только с разрешения родителей. Что касается иностранных студентов, для них разработан специальный регламент. Учащиеся, прибывшие из других стран, должны пройти или предоставить ПРЦ-тест о том, что они здоровы или же проходят двухнедельный карантин. Но, как отмечают ректоры университета, таких студентов у них мало, так как граница со значительной частью государств, откуда учащиеся, закрыты. Многие наши студенты остались здесь. И для этих студентов мы тоже предоставляем возможность вакцинироваться. Для иностранных студентов вакцинация была платная, но университет взял на себя время вакцинировать их за свой счет. Сегодня проводятся необходимые согласования для того, чтобы вакцинировать иностранных студентов также бесплатно. Ежедневно с 1 сентября в 14 часов работают пункты вакцинации. Мы рассчитываем, что студенты проявят высокий уровень ответственности. И в ближайшее время все провакцинируются, отмечает Таусултан Узденов, Харча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии отрасль сельского хозяйства, а именно садоводство, находится в стадии активного и успешного развития. Одно из таких хозяйств при Эльбрусе, расположенное в ауле Адгихабль. Как оно развивается, какие фрукты выращивают и как организован рабочий процесс, об этом мы и не только рассказали первому заместителю председателя правительства республики Хазару Чекуеву и нашему корреспонденту Арбине Ламковой. Деятельность по садоводству агропромышленного комплекса при Эльбрусе началась с 2016 года. В 2017 году приступила к реализации инвестиционного проекта с закладкой аттентивного яблонево сада на площади 500 гектаров и строительства фруктохранилища. План строительства развития нашим обществом предусмотрено на этой территории высадка до 500 гектаров садов и строительство фруктохранилища мощностью 20 тысяч тонн. На текущий момент уже с сегодняшнего дня мы начинаем пускать наладку с очаровочной длины и начинаем отпускать товарную продукцию в сетевые магазины нашей России. Готовая продукция сдаётся на склады собственных холодильников, специализированных на хранении дальнейшей реализации продукции растеневодства. Тут же осуществляется товарная обработка яблок сорта «Гала», «Голден», «Дилишес» и «Грэнни Смит». Есть вся необходимая техника – машина для формирования и склеивания ящиков, контейнерами для хранения яблок, работают сортировочные линии. Сейчас высажено яблок на 252 гектара. При его посадке использованы современные инженерные и высокоэффективные аграрные технологии. Планируемая урожайность выше 12 тысяч тонн. Масштабы и объёмы сада впечатляют. А самое главное – это созданные рабочие места. Это рабочие места, это привлечение наших детей к земле. Конечно, всё это приятно. И то, что всё организовано на высшем уровне, это радует. В этом году у них хороший план, который наметили, и показатели, которые должны были отчитаться, они, я думаю, перевыполнят в этом году. Сады при Эльбрусе в 2022 году планируют приступить к дальнейшей реализации инвестиционного проекта по строительству второй очереди фруктохранилища вместимостью 5 160 тонн в рамках следующего этапа. Альбина Ламкова, Расул Бердеев, Вести Карачаева-Черкесия, Дейхабльский район. По поручению главы республики издан дополнительный тираж книги «Сказки народов Карачаева-Черкесии». Всего в сборнике 59 народных сказок, дающих достаточно полное представление об особенностях культуры, быта народов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Национальные сказки имеют многовековую историю и представляют собой духовную сокровищницу любого народа. Кладезь народной мудрости отражает его ментальность, определенную психологию. Глубокий смысл этих произведений оттачивался веками. Через устное предание из поколения в поколение передавались богатые культура, фольклор, верования и традиции разных народов. Важно сохранить это богатство, ведь оно способствует расширению границ нравственного, духовного, патриотического, эстетического и умственного развития. Книга «Сказки народов Карачаева-Черкесии» станет хорошим другом и проводником в волшебный мир сказок. В прошлом году по инициативе Министерства Карачаева-Черкесской Республики массовым коммуникациям и печати в целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также для сохранения национальных языков народов Карачаева-Черкесской Республики была издана детская книга «Сказки народов Карачаева-Черкесии». Таким образом, впервые в одном издании были собраны произведения всех пяти субъектообразующих народов нашей Республики. В создании участвовали представители общественных организаций научного сообщества Республики. В качестве источника использовались научно-популярные материалы, касающиеся фольклора народов Карачаева-Черкесии. Во исполнение поручения главы Карачаева-Черкесской Республики Рашида Тимрезова, которую он дал в феврале текущего года, издан дополнительный тираж книги «Сказки народов Карачаева-Черкесии». Теперь только вперед и к победе. В ауле Адгихабль состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Сосрыхла». В этом важном событии для Республики принял участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В рамках международного форума «Россия – спортивная держава» он провел видеоконференцию с 13 регионами России. Альбина Ламкова подробнее. У меня все любят заниматься борьбой. Мне очень нравится этот спорт. И мы не терпимся перейти в наш новый зал. Я занимаюсь вообще спортом с шести лет. Занимаюсь волейболом, баскетболом. Ходила на футбол тоже. И мы очень рады, что в нашем ауле построили такой центр. Как Ирина сказала, мы будем туда ходить. Я буду стараться ходить чуть ли не каждый день в меру возможностей. Я вообще тоже обожаю спорт, особенно волейбол и бадминтон. День открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Сосрука» с универсальным игровым залом – не просто радостное событие для его жителей, но и важный этап в развитии физкультуры и массовых видов спорта. Здесь созданы все условия для тренировок. Говорим мы вам спасибо. Пусть сбываются мечты. Повезло нам всем бесспорно. Поклон вам низкий до земли. Такое радостное событие было в 13 регионах страны. Сегодня в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» было открыто 16 современных спортивных объектов. Это яркое доказательство того, что спортивная отрасль в стране развивается, отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Церемония прошла в режиме телемоста. Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые коллеги, Карачаев-Черкесия приветствует и хочет поделиться сегодняшним прекрасным событием, радостью. Сегодня в Адыхабльском районе Ауля-Дыхабль открывается новейший фок. Благодаря программе «Спорт. Норма жизни», которую сегодня мы реализовываем, 1450 квадратных метров. И вот долгожданный момент наступил. Снаружи здание фока выделяется от других построек своей архитектурой. Объект прямоугольной формы. Масштабное современное спортивное сооружение позволит принимать людей не только районного центра, но и других близлежащих поселений. Благодаря планировке в многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе возможны тренировки разных спортивных направлений и разного возраста. Есть душевая, раздевалка и необходимые служебные кабинеты. Спортсмены по вольной борьбе уже провели свою первую тренировку. Артур Дохов 10 лет занимается вольной борьбой. Есть успехи. У меня лично есть большие амбиции. Надеюсь, что этот зал поможет их достичь мне и моим товарищам. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе обладатель Кубка СССР Амин Хатукаев, как никто другой понимает, насколько труден путь спортсмена к победе. В физкультурно-оздоровительном комплексе кто-то начнет путь к спортивным вершинам. А кто-то будет заниматься физической культурой для себя. В любом случае, теперь у каждого есть возможность максимально эффективно и результативно использовать свои возможности в спорте, в новом современном здании и в комфортных условиях. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Адыехабльский район. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин